Итак, здравствуйте, дорогие товарищи, товарищи по партии. Партия у нас одна, фьючерсников и обзонщиков. В очередной раз приветствую вас на нашем брифинге, посвященном срочному рынку. Сегодня, по завершении всех экспираций, которые у нас прошли вчера на парте, мы смотрим, что у нас происходит на рынке. Читация пока кардинальных дней не внесла. Основная интрига, которая сохранялась вплоть до вчерашнего вечера, лично для меня, в общем-то, разрешилась. Конечно, не в ту сторону, что я ожидал, но, тем не менее, было интересно. Придет ли фьючерс на индекс РТС, как несколько 145 тысяч пунктов, или не придет. Или так и останется на тех же широтах, что и было до этого. Ну, сейчас мы с вами посмотрим, что у нас снова на срочном рынке. Как обычно, парочка слов в начале нашего мероприятия о предстоящих мероприятиях центра инвестора. После меня в 16.00 брифинг «Не так страшный чарт» Киреяна Беляева. Ну и в 19.30 сегодня вечером семинар по фьючерсам и акционам в питерском центре инвестора «Китфинанс». Кто хочет, пожалуйста, приходите вместе. Просим, поговорим за срочный рынок за деривативами. Как обычно, запись наших брифингов вы можете увидеть на ленте YouTube.com.br.kf. Ну и учтите, что все решения вы принимаете самостоятельно, а мнения, представленные в обзоре – это мои личные мнения. И, в общем-то, они только в информационных целях представлены. Итак, давайте перейдем к рынку, посмотрим, что у нас происходит здесь и сейчас. А здесь и сейчас у нас, в общем-то, пятница. Завершение торгов на 145 тысяч. Завершение торговой недели на 145 тысяч пунктов. Фьючерсный индекс РТС так и не пришел, хотя, в общем-то, все шансы были. Да, и позитива вчера могло хватить на хотя бы тот же успехультирный занос. Но, тем не менее, как мы видим, ключ остался в тех же диапазонах, что и был до этого. Объем открытых позиций по новому контракту у нас на уровне где-то 660 тысяч контрактов, что, в общем-то, не так много по сравнению с тем, как у нас завершался предыдущий экспирационный период. С объемом открытых позиций примерно миллион контрактов. Ну, в принципе, я думаю, что еще ничего за горами. Кто-то отдыхает после экспирации, да, кто-то отправится валерьянкой. Ну, я думаю, на следующей неделе у нас снова участники присоединятся, и даже время на рынке снова будет. Потому что и по тем же опционам объемы открытых позиций у нас кардинальным образом не выросли. Да, вот как были 140-е колы, так они, собственно, и остались. Добавились только еще 135-е и 150-е по 15 тысяч примерно открытых новых позиций. Но, сами понимаете, для опционов на индекс РТС это совсем немного. Поэтому, я думаю, тут еще рынок пока не успел разгорячиться. И, в общем, у нас есть прекрасный шанс увидеть рост активности на следующей неделе. Из той информации, которую мы видим, лично меня радует то, что опционов на продажу, то есть путов, у нас открыто не так много, как я это уже отмечал в среду. Более-менее какой-то объем у нас стоит на 125 тысячах пунктов. То есть это вот, скорее всего, хеджеры. Страхуются от падения рынка. А те участники, которые ориентированы на рост, вот, скорее всего, их позиции как раз здесь и стоят. 135, текущий страйк, центральный 140 и 150. Вполне реальные величины, которые индекс может достичь в ближайшее время. Ну, мы с вами в среду обсуждали, опять же, эту стратегию. Я упомянул про покупку колов. Как у нас будут развиваться события? Мы с вами еще посмотрим в понедельник, да, что можно делать с этой стратегией. Потому что сегодня не исключено у нас движение как в течение дня, так и ближе к вечеру. Потому что вечером у нас выходят данные по индексу потребительских цен в США. И на американских новостях у нас вполне возможно хорошие движения. А американская статистика нас в последнее время радует. Что, в общем, тоже способствует увеличению волатильности и новым покупкам на рынке. И приход фичерса на индекс РТС как в меткам 145-150 к концу сегодняшнего торгового дня, ну или там в понедельник, вполне реален. И эти точки, откуда можно будет фиксировать наши позиции, в которых я говорил, по открытым калам, купленным калам на фичерсный индекс РТС. Волатильность у нас на уровне 50 пунктов, в общем, ожидаема. Да, в том же самом коридоре 55-45 сохранилась и сохраняется в течение уже практически двух месяцев или даже трех. По Сберу, по Газформу ситуации, в общем-то, схожи. Мы видим совсем небольшие объемы открытых позиций. По Сбербанку только выделяется калы на 9000 пунктах, на 9000 рублях. В принципе, ограничивает верхнюю границу колебания цен и ввиду того, что многие уже перестали ожидать предновогодней ралли, вполне возможно, это как раз тот самый барьер, с которого Сбер у нас не прыгнет до истечения январских опционов. Все опционы, что я сейчас показываю, это январские опционы на мартовские фичерсы, на акции, на индексы. Газпром, Лукойл, в общем, тоже сами видите, по Газпрому совсем немного открытых позиций. Тоже какой-то всплеск активности на 200 тысячах пунктов, поэтому, в общем, тут особо говорит и не о чем. Единственное, что, наверное, сегодня еще хотелось бы упомянуть, это квадрабол вечеринг. Истечение всего, чего только возможно на американском срочном рынке. Поэтому не исключены какие-то движения как раз в Америке именно сегодня. Хотя в последнее время, как говорится, к экспирации что-то может сильно поменяться. Как правило, как показывает практика, если что-то хотят поменять крупные участники на рынке к экспирации, они это делают не в последний день, а как-то уже до наступления этого дня. И, в общем, все, что могло на рынке измениться, оно уже изменилось. Поэтому ждем, как у нас исполнится Америка. И в понедельник, я думаю, у нас начнется новая жизнь. Вполне возможно, эта жизнь перенесет нам новые достижения в плане роста цены. Но если цена будет падать, я думаю, тут ничего плохого нет. Потому что мы с вами спекулянты, люди не моральные. И поэтому вопросы роста или падения цены нас особо-то и не касаются. Хотя, конечно, касаются, но сами понимаете, о чем я говорю. В общем, пока у нас объемов нет, пока все спокойно. Рынок немножко подоставит на внешнем позитиве. И, обсуждая стратегии, мы с вами будем в понедельник в это же время в 13.00. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте мне в чат. Я еще какое-то время буду здесь оставаться. Ну, а со всеми я прощаюсь до понедельника. Спасибо за внимание, спасибо, что были с нами. Удачных выходных, удачно отдохнуть. Так, как обычно, мое пожелание на выходные. Берегите печень. Встретимся на следующей неделе в это же время в 13.00. С вами был Кипфинанс, Архипов Андрей. Все хорошо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok